Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 29 января и вот только что я рассказывала про томаты, вот про эти, которые для супер раннего урожая. И хочу сразу рассказать еще про огурцы и томаты. И в прошлом году и сейчас опять приходят вопросы, огурцы и томаты в одной теплице можно высаживать и выращивать или нет. Потому что у многих у нас такие условия, что купив одну теплицу, но у нас нет возможности поставить для каждых овощей отдельные теплицы. Вот я для того, чтобы отдельно перцем, отдельно огурцам и отдельно томатом теплицы поставить, у меня это получилось только через 6 лет. Вот 6 лет я работала, одну теплицу поставлю, через 2 года еще одну. У нас это еще тем более проблематично, у нас еще и нет выбора, у нас они все одинаковые. Ну и короче это не важно. Теплица дорогое удовольствие, даже сейчас вот в нашем регионе, с нашими зарплатами. Короче у нас теплицу поставить, это надо отдать 5 или 6 пенсий за 6 месяцев. А эти 6 месяцев сидеть вот так вот, как поясок утянуть. Не каждый может, особенно кто выходит на пенсию, хотел бы поставить все. Сейчас будем говорить о том, что делать, если теплица одна и второй не предвидится. Хочется же и ранние огурчики, и ранние томатики. Я вот сейчас не буду рассказывать вам с научной точки зрения. Я сейчас расскажу как про наблюдения, которые на протяжении многих лет собраны опытным путем. И я вас попрошу вспомнить, вы сами все это знаете. Мы просто иногда не обращаем на это внимание. Я хочу рассказать вам о 4 факторах, которые мы сами наблюдаем. Это температура, влажность, проветривание и подкормки. Что любят томаты, а что и любят огурцы. Все огородники это знают, но просто мы смотрим на это с другой стороны. Начнем если с подкормок. Вы все знаете, что томаты нам нельзя подкармливать. Всегда говорят, что не добавляйте много перегноя, азоты содержащих удобрений им не надо, они зажируют. Короче, если готовить грунт под томаты, мы стараемся ограничиться минимальным добавлением жирных питательных веществ. Но все знают, что огурцы у нас совсем другие. Если в открытом грунте их даже на эти, на навозные грядки высаживают. Если они в теплице, готовим землю, мы прям ведрами перегной туда. У меня одна грядка, она полностью состоит из перегноя животного происхождения. Но только он, конечно, старый, такой рыхлый, уже рыжий. Я просто перекапываю, натаскиваю, вот как бороздку такую, перекапываю и прям на него высаживаю огурцы. Потому что мы знаем, если огурцы не подкормить, у них ничего не будет. У них будут маленькие листики, у них будет мало завязей. Но они будут чувствовать себя неполноценными. Они любят хорошо пожрать. Особенно и коровяк, и птичий подмед, и из компостных куч туда. И вот многие огородники, кто знает в этом толк, они им все подваливают, подваливают и подваливают. Даже исходя из этих своих собственных наблюдений, вы уже поняли, что землю, готовим грунт для них по-разному. Так что, если они будут в одной теплице, как обычно делаем, когда томаты, мы просто раскидываем все и перекапываем. Если огурцы и томаты вместе выращивать, тут уже придется делать разделение. Одним чуть по, как сказать, победнее грунт, другим чуть пожирнее. Это неудобство. Потом, про проветривание, например. Мы знаем, что мы сразу открываем дверь у томатов, как только 10 градусов, открываем двери, чтобы, не дай бог, там не застоялся воздух. Чтобы все там проветривалось. И томаты любят проветривание. Им нужно, чтобы верхушки вот этих не колыхались, чтобы цветы колыхались. Тогда вот эти пыльца падают. Ну, короче, происходит хорошо опыление. Даже есть совет специально ходить палочкой, вот так вот потряхивать их. Вот я по колышкам палочкой бью. Они вот так трепещутся и прекрасно опыляются, без всяких стимуляторов. Огурцы у нас неженки в этом смысле. Они не любят сквозняков. Они не только не любят, они боятся сквозняков. Им эта температура, когда томаты мы при 10 градусах открываем, она для них вообще смертельная. Ниже 15 градусов мы вообще их даже не высаживаем, огурцы. Но они, короче, у нас более нежные, более капризные. Им нужно, чтобы было все тихо, тепло и влажно. И вот эта самая влажность, которую томаты не любят вообще. Они не то, что не любят, это для них опасно. Если огурцы, вы знаете, что им, они любят, когда мы их опрыскиваем, чтобы вот эти капельки прям лежали на листиках, все, чтобы было влажно. Так вот, как таким даже распылителем можно, как влажный пар сделать, это все они любят. Вы попробуйте у томатов, сделайте такое. Один раз опрыскиваете влажный пар, другой раз. И это... Ну и сразу начнутся грибковые заболевания. Все. Томатам нужно, чтобы было сухо. Чтобы было сухо, чтобы нигде почва, вот эта была сухая, верхний слой. Я всегда говорила, специально удаляем нижние листья, чтобы было все проветривалось. Как вы видите, они совсем любят, совсем разное. Этим нужно одно, этим нужно другое. Их совместить очень сложно. Но я в конце расскажу, что совместить все равно нужно. Потом, про что еще? А, про температуру. Очень важный фактор. Когда поднимается температура в томатных теплицах, мы ее даже прикрываем сеткой маскировочной. Некоторые забеливают мелом, некоторые не тканку, как накидывают, чтобы им не было жарко, чтобы температура не поднималась. Потому что высокая температура для томатов, это угроза помешения урожайности. Пыльца становится стерильной, она не опыляется. Про пыльцу забыла сказать во время влажности. Если томатам сделать влажность, как огурцам, тоже опыление прекратится. Потому что пыльца будет влажная, комковитая. И она не будет ссыпаться на пыльник, не будет этого. Но цветы будут, короче, цвести и опадать. А на что во влажности и что в высокой температуре также. Цветы будут цвести и опадать. И этому может быть причина выше 30 градусов температура. Огурцы любят жаркую солнечную погоду. Мы никогда их обычно не прикрываем. Даже если листья немного завядут, ничего. Вечером их польем. Еще режим полива очень важен. Томаты поливаем редко, раз в неделю. Редко, но обильно. А огурцы нужно поливать часто. Если мы их будем редко поливать, тут, конечно, и образования завязей будет мало. И обычно связывают это с тем, что начинают они горчить. Они не любят, когда с ними так то сухо, то мокро. Они должны быть равномерно увлажненные. Их нужно поливать часто. Вот смотрите. Рассмотрев все эти факторы, мы поняли, что эти овощи любят совершенно разные условия. И если их поместить вместе, создавая для одного прекрасные, комфортные условия, мы обязательно повредим или снизим хотя бы урожайность другого. Но мы пусть не повредим, но он отдаст нам меньше, чем он мог бы отдать. И тут люди... Я уже даже видела теплицы. Теплица одна восьмиметровая. И с поликарбоната вот такая прям перегородка, и там дверца. Делают с одной теплицы две перегородки. Раньше я говорила, читала, что вешают пленку просто полиэтиленовую, чтобы хотя бы там можно было сделать более влажно, а тут проветривать. Конечно, это неудобно, но как-то выходить из положения нужно. Я вот много-много лет назад, когда у нас была первая теплица, из брусков натянута полиэтиленом, все они у меня росли вместе. Но там, конечно, я не скажу, что было сильно оглушительный урожай, но растения все равно росли. Короче, вывод такой. Даже люди живут в коммуналках, хотя им это не нравится, но они же там живут. Но если спросить у них, нравится им там, или лучше бы они разъехались по отдельным квартирам, вы ответ, конечно, знаете. Так же и томаты с огурцами. Жить они живут в одной теплице. Некоторые даже пишут, что я выращиваю все вместе, и очень хорошо получается. Но если вы подумаете, вот как понаблюдаете за тем, что любят огурцы и что томаты, ну это ясно, без научных всяких обоснований мы можем сказать, что вместе им все равно плохо. Совершенно разные семейства, совершенно разные у них требования. Любят они совсем другое. Очень часто выращивают томаты с перцами и с баклажанами. У них условия к грунту одинаковые. У них, можно сказать, температурный режим одинаковый. А огурцы все-таки лучше где-то выращивать отдельно. Но если нет возможности их разъединить по отдельным квартиркам, хотя бы делать перегородку. Человек к всему приспосабливается. Можно такие условия сделать, что одним немножко так, а другим немножко по-другому. Вот тут опять и поливать надо по-разному, и подкармливать надо по-разному. Томаты мы очень редко подкармливаем. Огурцы требуют много подкормок. Все, до свидания. Вывод вы делаете, конечно, сами. Просто я вам показала на несколько таких моментов, на что вы должны обратить внимание. И если есть возможность, конечно, нужно создать те условия, которые они любят, которые они хотят. Тогда они вас вознаградят таким урожаем, который вы, возможно, ни разу еще не видели в жизни. Все, до свидания.